Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится с рабочей поездкой в Сочи, где сегодня начал работу Международный инвестиционный форум. В составе делегации из Чувашии и наша съемочная группа. Распорядок дня форума довольно плотный. Уже 8.30 по московскому времени начался деловой завтрак, где под руководством председателя правления Сбербанка Германа Грефа обсуждался актуальнейший вопрос – поддержание макроэкономической стабильности. Что важнее – сбалансированность бюджета или ускорение роста? Насколько эффективны меры бюджетного стимулирования? Достаточно ли ресурсов, чтобы стимулирование было объемным, а его эффект – ощутимым? В дискуссии приняли участие министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития России Алексей Улюкаев, ректор ведущих вузов экономического профиля. Было отмечено, что без балансированного бюджета не может быть и экономического роста. Участники делового завтрака выделили ключевые точки эффективности бюджета. Не надо увеличивать налоговую нагрузку на региональные бюджеты, обеспечить стабильность пенсионных накоплений и повысить роль парламента при принятии бюджета. Неоднократно подчеркивалось – экономическая политика по всем ключевым позициям государства и системы государственного управления должна соответствовать задачам экономического роста. Это очень хорошо понимают и главы регионов. Для крупных состоятельных предпринимателей, которые сегодня ведут свой бизнес, должна быть на среднесрочную перспективу или на долгосрочную перспективу стабильность. Суета никому она не нужна, ибо это является значимым сдерживающим фактором. Понятно, не первый год говорим об этих вещах, об увеличении или улучшении делового климата. Что мы сделали на уровне республики? Первые шаги, то, что мы сделали, я думаю, и считаю правильным направлением. Потому что у нас бюджет, во-первых, сбалансирован. На бюджет развития деньги выделяли и выделяем. Строим и объекты социальной сферы. Мы констатировали, я еще раз хочу подчеркнуть, наш бюджет, он на сегодняшний день имеет программно-целевой метод финансирования. Это очень важно. Прежде всего, все обещания, которые мы даем через свои принятые нормативные документы, надо стараться по максимуму выполнять. Понятно, сложно, понятно, непросто, но, по крайней мере, социальное самочувствие тем самым улучшается. И с точки зрения оценок разных институтов, общественных организаций, сегодня инвестиционная привлекательность Чувашской республики с каждым годом повышается. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев провел встречу с руководством группы компании «Ренова». Обсуждались вопросы открытия завода «Хивели», перспективы дальнейшей загрузки производственных площадей «Химпрома», в том числе реализация инвестиционного проекта строительства производства перекиси водорода мощностью 50 тысяч тонн в год. Вопрос, который мы пообсуждали, это ход и подготовка к промышленному запуску, потому что технологический запуск завода состоялся. Там идет наладка основных производственных систем и оборудования. Я думаю, что к 10 октября мы готовимся к такой торжественной запуске. Выход уже на промышленное производство в объеме достаточном для исполнения собственных программ строительства солнечных парков, которые есть у «Хевела». Елена Гальперина, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика из города Сочи. В деловой программе форума множество мероприятий, круглых столов, дискуссий, рабочих встреч. Сегодня, в частности, было подписано соглашение о сотрудничестве со Сбербанком. Оно предусматривает финансовое участие Сбербанка в значимых для Чувашии инвестиционных проектах на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Также подписаны договоры о сотрудничестве Чувашии с городом Севастополем, Ставропольским краем, Ямал-Ненецким автономным округом.